А принимали ли Вы участие в подобном мероприятии от науки будущего в Санкт-Петербурге или в Севастополе? В Санкт-Петербурге принимал участие. Это была действительно встреча с мегаграндниками. Одна в рамках развития науки в целом в России и вторая непосредственно по деятельности Российского научного фонда. То есть было два мероприятия. В Севастополе, к сожалению, такой возможности не было. Хорошо. А есть ли здесь в Казанском федеральном университете какие-то особенности в проведении этого мероприятия? Особенности связаны с тем, что прошло три года и у Российского научного фонда появились свои грантополучатели. А именно достаточно большое количество людей, которые получают поддержку Российского научного фонда и работают здесь, в Татарстане, в стенах и федерального университета, как, впрочем, и академических институтов. И в этом особенность. То есть у нас появились конкретные люди, на которых мы помогаем делать науку. И нам очень важно иметь обратную связь с этими людьми, ради которых и работает фонд. Вот в этом большое отличие. В Санкт-Петербурге такого не было. Мы только начинали первые шаги, и вот этого общения, оно отсутствовало. Вот в этом огромная положительная специфика. Знали бы вы ранее что-либо о Казанском федеральном университете? Конечно, знал. Так случилось, что с 2004 года по 2010 я отвечал за науку в Министерстве образования и науки. И как раз немножко помогал развитию науки в университетах. Организовал конкурсы по исследовательским университетам, по инновационным. Поэтому Казанский федеральный университет, которому я даже готовил документы по поводу Казанского федерального университета, конечно, мне хорошо знаком уже во многих поколениях. Я знал его еще до того, как он стал федеральным университетом. Ну, еще, наверное, только первый день. Но в любом случае, конечно, это уже изменившийся университет с большими достижениями, в частности, в научных исследованиях. И это очень отрадно. Здесь появились новые лаборатории, новые образовательные программы, которые действительно отвечают самым передовым требованиям, существующим в мире. И мне, например, какое-то есть некоторое удовлетворение, что это вот случилось здесь, благодаря усилиям, прежде всего, людей, работающих в стенах этого университета. Ну, может быть, и мы немножко там помогали как-то, чтобы это состоялось. Поэтому это хорошая встреча с хорошо знакомыми людьми. И я вот сейчас проводил встречи с учеными и видел лица, с которыми, ну, наверное, лет 10 я уже общаюсь. И это здорово. Это один из самых лучших университетов Российской Федерации, динамично развивающийся, что отрадно. И я абсолютно уверен, что его ждут самые-самые хорошие результаты. Это университет, который привлекает сейчас абитуриентов со всей России, в том числе, к моему удивлению, из Москвы и из Подмосковья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова